Ну вот поговорим о легитимных военных целях со стороны Украины. Вы тут всех потрясли заявлением, что вы скоро собираетесь быть на Ялтинской набережной. А вчера, надо сказать, Арестович вас поддержал и мало того, что сказал, что будет с вами вместе, так он еще меня, Фейгина и Невзорова пригласил вместе пить на этой набережной чай. Ну вот как раз Роман Цветан объяснял нам, что действительно украинские войска могут наступать сейчас с Каховкина-Армянска, там дальше и Крым недалеко, и военный резонт такого наступления действительно понятен. Я слушателей адресую к нашему предыдущему эфиру. Но меня очень смущает вот что, что, во-первых, две вещи, как к этому отнесутся западные партнеры, а во-вторых, для этого действительно нужна, ну, например, бронетехника и большое количество сил для наступления, которые должны поставить союзники. Это количество есть, и как к этому относятся союзники? Хороший, объемный и сложный вопрос, и одновременно простой вопрос. Во-первых, бронетехника будет, и сейчас уже, в принципе, переговоры действительно выглядят совершенно иначе, не так, как 3-4 месяца назад, с точки зрения тех объемов бронетехники, имеется в виду не только любых стандартов техники. Так, Михаил, вы пропадаете. Пропадаю. Ну, извините, я просто перебью, извините вас на секундочку, просто скажу нашим слушателям, что вы должны простить, потому что мы только что обсуждали удары по украинской инфраструктуре, поэтому неудивительно, что у Михаила время от времени начинается кряканье. Поэтому не забывайте, я, кстати, забыла это сказать, подписываться на нас, ширите, ставить лайки, вот нас почти 14 тысяч человек смотрят, делитесь ссылками на этот эфир, помните, что когда во время эфира подписываетесь, то этот эфир распространяется гораздо лучше, и извините, Михаил, а ловерды. Да, ну я сразу тоже извинюсь, конечно, за то, что качество может быть немножко не такое идеальное, как хотелось бы, я вообще люблю эстетски подходить ко всему, чтобы было очень красиво, но в данном случае мы действительно в несколько стесненных обстоятельствах находимся, и поэтому, конечно, могут быть вот эти проблемы технического характера. Ну, а теперь, по сути, переговоры достаточно эффективны, я думаю, что с бронетехникой в ближайшее время у нас будет неплохо, я так деликатно скажу, потому что нам необходимы дополнительные объемы для формирования ударных бригад, это понятно, но имеется в виду это 100, 200, 300 танков или бронетранспортеров, в зависимости от объема наступательных действий. Теперь, что касается самой возможности, так называемой, смотрите, а есть логика уже войны, логика объемной интенсивной войны, логика истощения ресурсов, логика принятия природы этой войны, вы смотрите, как изменились последние, скажем так, 2-3 недели, фундаментально, мы об этом в прошлый раз не говорили, но фундаментально изменились официальные позиции, официальные оценки стран-партнеров Украины, это Германия, это Франция, это Италия, это генеральный секретарь НАТО Столтенберг, это, в принципе, господин Блинкин, если мы говорим о Госдепартаменте Соединенных Штатов, они все принципиально говорят одну очень важную фразу. Нет варианта остановиться посередине, нет варианта принять те или иные условия Российской Федерации, нет варианта закончить войну, так как она была закончена, ну не совсем в таком объеме была война, в 2014 году, то есть вариант только один, сторона Украина или сторона России должны победить. Понятно, что в данном случае наши партнеры говорят о том, что преимущество военное на стороне, инициатива военной на стороне Украины, и, конечно, она имеет все большие шансы победить в этой войне, что, соответственно, партнерами будет приветствоваться, и дополнительные ресурсы под это дело будут выделены. Да, это непростой процесс логистических переговоров, тем не менее, тем не менее. Теперь, что касается логики войны, безусловно, падение того или иного символического элемента, на которых строилась вся вот эта нацистская пропаганда Российской Федерации, ну вот эти все придуманные истории о детях, которых якобы бомбили, но только энергетическая инфраструктура Донбасса абсолютно в идеальном состоянии на сегодняшний день даже находится, и, соответственно, и больницы там, и всё, и, собственно, город никогда не бомбился, это понятно. Ну, кроме событий 2014 года, безусловно. Михаил, извините, что я вас перебью, это настолько важно, что я сама несколько раз забывала это отметить, но вот хочу услышать от вас сейчас подтверждение, что все говорят «восемь лет бомбас». Вот сейчас Путин уничтожает энергетическую структуру Украины. Правильно ли я понимаю, что в Донецке всё неплохо? И более того, правильно ли я понимаю, что Донецк подключён в значительной степени к энергетической структуре же Украины? То есть он получает свет не от России? Конечно. Вы идеально правильно всё понимаете. Смотрите, вот этот вручий субъект, потому что у вас там хорошие всегда репортажи, я имею в виду независимых российских журналистов, были о том, как этот человек всегда врал. Там 2000 год, а не, начиная, по-моему, она утонула, да, с подлодки «Курс». Так вот, этот человек всегда врёт. Вот это была примитивная, такая примитивная пропагандистская уловка. Они рассказывали, что кто-то 8 лет бомбил Донбасс. Ничего подобного. Там всё было, просто там было всё запущено, потому что денег никто не вкладывал. Донбасс выглядит отвратительно, я имею в виду, там сам город Донецк как таковой, выглядит отвратительно, неухоженно, не потому что его кто-то донбил, он просто зарос мусором, потому что никто не вкладывал деньги в развитие этого региона. Это очень важный аспект, вы затронули правильную вещь. То есть там абсолютно было электричество, работали все социальные органы, которые должны были работать, больницы, школы, всё было, коммунальное хозяйство и так далее. Вопрос другой. Этот регион был криминализован, и в принципе он не нужен был России в качестве региона развития. Вот так как перед Олимпиадой развивали, например, Сочи, или так как развивали Грозный для господина Кадырова. То есть деньги в эту территорию никто не вкладывал. Она наоборот грабилась, условно говоря, туда съезжался криминалитет, местный был. Ну посмотрите на субъектов, которые там долгое время называли себя представителями какой-то власти самоназванной и так далее. Ну посмотрите на их, опять же, уровень, на их потребности жизненные и тому подобное. Поэтому этот регион никогда не подвергался никаким атакам. Вот кроме событий 2014 года, где были действительно спровоцированы Россией, фундаментальные боевые действия Иловайска, Дебальцева, Саурмагила и так далее. Стрелковые драки были, естественно, и в Донецке в том числе. После этого, соответственно, только на линии разделения минометная стрельба. Иногда там стрельба минометная на линии разделения, я имею в виду, между окопами, да, ну там 400 метров между ними, вот они там минометами или стрелковым оружием в течение 8 лет. Иногда, а в последние годы практически вообще этого уже не было, последние, я имею в виду, 19-20-й год, 21-й год и так далее. Всего этого не было. И поэтому и регион этот не развивался. Он просто затущенная, никому не нужная территория, которая, как оказалось, нужна была для того, чтобы прийти и попытаться расчленить Украину. то есть максимально убить здесь количество людей. То есть вот это то, что делает господин Путин. Так вот, возвращаясь к бронетехнике и к логике войны. Логика неумолима. Психология войны неумолима. Это даже не вопрос уже математики, потому что математика часто нарушается в этой войне. Потому что, казалось бы, по аксиоматическим учебникам, по которым, соответственно, и блок НАТО всю жизнь развивался, для эффективного контрнаступления нужно трех-четырехкратное превосходство в живой силе и технике, сконцентрировано на том или ином направлении. Украина демонстрирует, что может быть совершенно другая математика, когда у тебя гораздо меньше техники, военной техники, но ты, тем не менее, эффективно и быстро освобождаешь большие объемы территории, включая крупные города, в данном случае говорим про Херсон. И так и будет продолжаться. А падение символического места, например, Донецка или Луганска, падение Мариуполя, Энергодара, Мелитополя, а это неизбежно с точки зрения логики войны и с точки зрения нарастания контрнаступательных действий. Сейчас было немножко тяжелое, ну, раз до первых заморозков было много воды, соответственно, нельзя было техники ездить. Кроме этого, необходимо было подтянуть силовое обеспечение, отработать, наоборот, силовое обеспечение российской армии, а дальше обратно к контрнаступлению. Так вот, вот эта логика необратимо приведет к масштабным таническим настроениям российской армии. Они и так сегодня уже чувствуются. Кроме того, смерти будут нарастать, потому что там будут сейчас добавляться тяжелые болезни, обморожения, и, соответственно, лояльность и так низкая, лояльность будет гораздо ниже, и, соответственно, падение, символическое падение еще одного-двух рубежных городов, ну, те, которых нужно взять, да, оно приведет к истерическим и паническим реакциям и нарастанию внутренних протестных настроений. Они не революционного толка, такого, знаете, демократического революционного, нет, они скорее бунтарского толка будут, да, внутренний серьезный конфликт в элитах, то есть попытаются все-таки часть людей физически отстранить, я не знаю, там, физически в полном ли объеме или физически отстранить, это уже не важно, но и после этого, конечно, Крым будет ощущать себя на чемоданах однозначно. То есть у меня варианты такие, что в Крыму может быть вообще освобождение принудительным порядком, без активных боевых действий произойти. Михаил, Михаил, стоп. Я правильно понимаю, что вы считаете, что произойдет следующее, что увеличится доля турбулентности в российской элите, произойдет переворот, и только потом украинские войска освободят Крым? Потому что я, если честно говоря, думаю, что произойти может только другим путем. Сначала ВСУ зайдут в Крым, а вот после этого Путину будет бобо. Смотрите, вот это такой, скажем, диалектический спор у нас. И тот и тот вариант возможен, только не переворот внутренний дворцовый, а изменение статусов людей, которые на какое-то время еще будут держать под контролем политическую элиту как таковую. Я имею в виду, что не обязательно Путин будет отстранен в юридическом смысле этого слова. Фактически не изложен, а отстранен юридически, конечно, нет. Он может оставаться в качестве картинки, которая типа еще присутствует. На самом деле произойдет не переворот внутренний, это даже не важно. Не внутриэлитный переворот. Там процедуры, вернее, процессы уже начались с такого брожения взаимного подозрения, взаимной ненависти и так далее. Я говорю о том, что произойдет падение силовой вертикали как таковой, которая сможет контролировать многие регионы. То есть не зря, наверное, вот этот бюджетный план предполагает резкое увеличение довольствия для силовой вертикали в Российской Федерации. Я имею в виду прокуратура, следственные органы, МВД как таковое и так далее. Недаром они показывают вот эти постановочные спектакли, когда тех или иных мобилизованных, отказывающихся ехать в Украину, они там показательно пакуют воронки и так далее. То есть это попытка удержать под контролем именно вот эту силовую вертикаль. Вот она может разрушиться. А почему она разрушится? Потому что в Россию хлынут от страха вот эти вот и от демократации тотальной определенный объем мобилизованных, а он же продолжает идти. То есть мобилизацию же никто не остановил. Она называется призыв, но это та же мобилизация. А после призыва продолжится та же частичная мобилизация. То есть будет вынимать, особенно из ресурсно-непротестных регионов, те, которые в первой волне мобилизации не протестовали, оттуда будут забираться люди. И это все будет постепенно увеличивать вот это давление на ключевой элемент системы Российской Федерации. А ключевым элементом является ощущение неотвратимости, наказание за нелояльность к системе. И соответственно вот это ощущение неотвратимости будет разрушаться, размываться. И силовая вертикаль под давлением вот этих мобилизованных, под деморализованным давлением, она разрушится. И таким образом начнутся необратимые процессы в самой России. Будет ли это коррелировать с одновременным ходом ВСУ, например, в Крым, или будем это остановиться, это, например, на тем, что мы забрали несколько ключевых городов, основных городов забрали в Донецкой и Луганской области, это уже не будет иметь значения. Но процесс, еще раз повторяю, логика этой войны обязательно, она приведет в любом случае к весеннему тотальному пересмотру. То есть, грубо говоря, год войны, он приведет к тотальному изменению диспозиции. То есть то, что начиналось 24 февраля, будет выглядеть совершенно иначе 24 февраля 2023 года. Субтитры создавал DimaTorzok